ну слухнул я вчера на ночь зепелинцы как говорится как говорят рок-н-роллщики слухнуть зепелинцы это значит послушать лет зепелин кстати не люблю когда говорят лайт зепелин типа знаешь это как бы показывая как это звучит на иностранном языке на самом деле это совершенно не так звучит помада изучить ли цепь понимаешь ко что когда человек говорит на языке он первую очередь просто говорит на нем натурально поэтому если ты будешь по-английски говорить как по-русски то возможно ты больше выигрыш да но в общем послушай а отмана две ли эти самые да лекции ну лекция значит хорошо лекции в лучшем смысле этого слова про ну про про русскую культуру как там не называются да вот это конечно класс это безусловно ну и человек сидит в таком знаешь в кабинете мерлина то есть все абсолютно только одни книги то есть даже шкафов не видно одни книги я был в такой комнате у академика китаиста борис львовича рифтина в общем но я там записал вопросы которые у меня возникли ну там знаешь какие такие исторические штуки по которой сейчас говорить совершенно не хочу а вот тоже зачем можно сказать сейчас это что все что мы наблюдаем она имеет очень большую долгую предысторию вот и она во всем вот это очень хорошая мысль то есть все долго развивалась и но я про это тоже давно думал что мы всего этого не замечаем но тоже гаиш будешь всего все замечать тоже особо с места не извинишься конечно надо как-то сохранять какой-то все-таки лайтовый вариант чтобы не стать книжным червем это тоже я думаю перекос хотя я думал ска на какой-то на какое-то хотя бы время стать книжным червем потому что мой блин я помню в детстве смотрю на книжек не на книжный шкаф вообще просто в ужасе думал как вообще-то возможно все сколько нужно вообще жизни убить чтобы вот это все прочитать сейчас уже так не смотрю на это у меня вот за мою жизнь прочитан небольшой книжный шкаф но в принципе могло бы быть два небольших ниша шкафа скажем так и так неплохо вот что а что касается смотри такого момента интересного вот я писатель и я реально писатель это правда стопроцентно и вот и моё писатель становится не связано с другими книгами она со мной как читателем оно не связано абсолютно и честно если бы говорится за это бы платили хотя я абсолютно не склонен доверять свою душу деньгам но есть вот это было бы работал то есть почему меня так это возмущает что работа считается только всякая чушь а настоящие истинные занятия они них ни хрена не оплачиваются человечеством ну как допустим сбор кофе за сбор кофе его собирает нищие люди понимаешь они ни хрена не получают люди которые руками стоят собирают кофе или чай собирают или рис по пояс в болоте стоят собирают вот те кто собирает они ни хрена не получают понимаешь кто вот что-то реально делает а кто ладно не будем но писать что я бы с удовольствием вообще бы в принципе посвятил бы всю свою жизнь исключительно писательству но у меня есть скрипка у меня научные интересы теперь вот канал по поводу канала у меня такие какие-то соображения сейчас что увести его больше вас твой ну потому что новым потому что что тут в нашей gta такого нету много чего такого конечно все время вспоминая как мне женя на на ящике евгений мой друг которому значит на на пирсе дружим он там между большим и малым пляжем на ящике он всегда там купается проводит время в том что он тоже не любит это самое на пляже общественные купания на это считаю что купаться при всех это все равно что мыться при всех я считаю допустим почему я про это уже говорю вот люди в туалете же они закрывают дверь не не писают и никакой при всех правильно а почему есть можно при всех и даже такой же интимный процесс абсолютно я это в консерватории своей заметил сидишь и нужно роняя куски изо рта здороваться с профессорами там и просто сокурсниками просто ты здесь жуешь там нужно блин следить за то что потому что ты не выпало там чтобы нос не испачкался чтобы все лицо не испачкался как у моего юрия поцелуева я у него был в гостях у него дочка начала есть шоколадку трехлетняя и у него было все лицо в итоге в шоколаде все руки ладони в шоколаде не знаю еще половина кухня тоже был в шоколаде ну просто ну да вот понимаешь об этом у купания я люблю заходить медленно понимаешь вот в воду то есть вот это плюха не у нее сила воли у меня есть и она очень большая я про это уже тоже говорил но другое дело приняешь если ее применять без надобности а я считаю при этот заходишь в хау в ледяную ну в холодная на все на холодная зерная вода на холодная она только в самые жаркие вот дни когда вот просто вот стоит там 35 градусов там до неделю как-то было последние два отдыха на яльчике ну вот тогда да вот под конец этой жары вот заходишь реально она не холодная так она холодная то есть 22 градус холодная вода считается по меркам яльчика теплая поэтому ну какой смысл вот это какой-то стресс лишний я медленно там зашел сначала захожу по пояс там главное намочить яйца потом намочить пузико вот пузико растираю потом мы постепенно захожу там плеская себе на плечи и получается без стресса нормально вот так но представь себе что это все делать при всех все начнут думать о что за мужик не может сразу как все мужики так раз и сразу кролем поплыл не это я тоже уже рассказывал что меня брат восхитился этими трубами когда приехал 98 году но он тоже вообще-то у меня брат это код к тому же лёша как мясо сказала индиго это по-французски код так он есть код я запомнил как мой брат нарисовал еще когда я вообще был в глубоком детстве это было я не знаю до 95 года мне кажется он нарисовал голову форме кота как бы хотел найти этот рисунок я бы черт подери его бы разместил в сообществе у сообщества и так понять я вот я понимаю там есть разделы всякие опроса да но мне пока еще рано проводить опросы хотя может быть он и стоит для того чтобы канал как-то начал еще лучше продвигаться но вот фотографии у меня много хороших фотографий и принципе я бы мог их делать и поэтому как-то я вспоминаю инстаграмчик который как говорится ой слушайте это я так думаю что меня почти никто не досмотрел до конца но я вам скажу что блокировка я уже это говорил пока шел свой большой летний круг на исследовательской станции блокировка чего угодно человека или какого-то ресурса это недопустимо вообще только за редким какими-то исключительными случаями да может быть там это общение это тоже это ответственность двоих если ты решил или решила перестать общаться и просто блокируешь но это как бы это нехорошо просто поэтому поэтому это в это преступление я так считаю не вернее не считая но так и есть эти блокировки что это такое почему кто-то решает за меня что мне смотреть что такое вообще нонсенс это катастрофа это недопустимо абсолютно